Еще раз здравствуйте, уважаемые посетители сайта goodgame.ru И не только, и репсы наверняка там про Кузыма и может быть даже сегодня поговорим Репс, Дефайлер, вся шайка-лейка Team Liquid еще Hello Сейчас мы поговорим с главным виновником мероприятия, которое проходит сейчас в Москве 11.11 11.11 Это специальный турнир, посвященный 10-летию Старкрафта Cruise Brain Кирилл, здравствуй Привет Ну, ты сейчас подразгрузился немножечко и появилось время До этого какие заботы были на турнире? Ну, вначале было... Заботы появились, когда зарегалось 120 человек Сразу стало понятно, что будет жесть, потому что последний раз такое было там на Asus Где-то в бородатых 2005-х годах Вот, ну, в принципе, так и вышло, потому что когда зарегался весь народ У нас было 64 игрока Кто-то там забыл нажать кнопку подтвердить регистрацию Соответственно, там, ну, были ручные изменения сетки Ну, ты самозагружен на первые три часа, а потом уже идет все там Просто ждешь, смотришь, сам становишься апсом Очень удачно получилось, что все поместились в 64 Насколько я понял, впритык, прям впритык Что было бы, если бы людей было, скажем, человек 80? Ну, вот у нас там есть сетка, да, она напечатана на бумаге Она предназначена для 64 слотов Соответственно, ну, у нас были как бы дополнительно стикеры бумажные То есть, ну, мы просто вклеивали их, вставляли Там антрандомилась бы сетка, у половины было бы фрислотов Ну, то есть, оно бы немножко поехало А так было вот прям вообще конфетка Откуда вообще появилась идея организовать турнир по первому старику в 2018 году? Идея появилась, когда я, Фуфо и Сайр мы поехали в Корею Когда на мое Сайра день рождения в 2017 На матч же Айдонга с Лэшом Мы тогда пошли бухать с корейцами уже после игры Ну, и так смеялись и спрашивали, по сколько стоит корейцев позвать у менеджера То есть, нормальные люди в барах спрашивают, сколько стоит позвать А вы спрашивали, сколько стоит корейцев позвать Да, да, ну вот, да Нам, соответственно, мы как бы забюджетировали цену Ну, и подумали, что вот неплохо бы там на 20-летие Старкрафта такую тему замутить А потом уже, когда ближе к телу, когда мы стали все организовывать У нас получилось так, что корейцы, в принципе, прилетели Ну, как бы не за зарплату, а только за призовым, да И там, типа, вот Изначально вообще планировалось 6 Ну, там 3 отвалилось по любой причине, это пофиг Осталось 3, ну, вот осталось Осталось прикольно Осталось много и очень Ну, прям достойный турнир А почему отвалились? Ну, как бы, потому что Уговор на бумаге это одно, на словах это другое А тебе это знакомо Ну, не хочет вдаваться в подробности, Кирилл Там что-что произошло, я думал, инсайдик попрет Но нет, не будет инсайдика, да? Ну, все все знают, кто хотел Кто репсы читает, тот в курсе Окей, это в новости можно почитать или на форуме где-нибудь? Там телеграм-бот у нас транслируется И это что-то вроде получается, как бы чатик, но он огромный Кроме стартового призового фонда Турнир поддержал еще много-много самых разных людей Вот кого ты можешь отметить и, может быть, мотивацию, может, этих людей Скорее всего, ты кого-то из них знаешь? Да, я знаю Нуб Сайбота, он закинул, по-моему, самое большее после меня Там Леворга тоже помог Ну, дофига людей откликнулось То есть сверх моего старта, вот там порядка сотни, по-моему, накидали Ну, то есть очень круто, прям спасибо большое Трех корейцев, как думаешь, достаточно ли того, чтобы в топ никого не пустить, кроме корейцев? Да, трех корейцев достаточно, чтобы все трофеи увезти О трофеях, они интересные, оригинальные Почему сделали именно такие деревянные местами трофеи? Ну, они выглядят классно То есть можно посмотреть фотографии в новости Сначала были рендеры, а вживую получилось ничуть не хуже Вот, но они специфичные, почему деревянные? Короче, тема была, помнишь, как-то на Good Game был чувак, который писал Типа, я крафтер, хендмейт, делаю, он делал карты для хэрдстоуна Там из кожи, там что-то как-то, ну, очень хитро Вот, а я ему тогда написал, ну, что-то было в охотку Я говорю, слушай, а ты можешь сделать мне карты и доску? Он такой, ничего себе! И там они озадачились, у них там целая команда Насколько я понял, несколько человек И вот, они все сделали очень круто У меня они там стоят на полочке, ну, просто как сувенир И потом я как бы подумал, когда уже организовал турнир Вот, два месяца назад Ну, трофеи тоже нужны И я начал там искать, гуглить там медальки, трофеи Там всякие стеклянные статуэтки И потом я вспомнил, блин, а есть же такой чувак И я его нашел через контакт, там, позвонил ему, говорю Слушай, это вы еще делаете? Он говорит, слушай, мы этим уже не занимаемся Но ради такого дела, да, мы запилим Вот, ну, и получилось так А, ну, так как это их стиль, там, вот, типа, дерево Ну, вот это все руками запиливать Они сделали так Ну, получилось круто Я видел, что еще картина, которая была у тебя в рабочем, кажется, кабинете или где-то там Она тоже здесь, и, видимо, ее собираются кому-то дарить Кому эта картина? Я подарил ее Красти Крабсу Да, у меня же там целая картинная галерея Поэтому я просто повешу другую в себя Что там за матч? Флэш Джей Донг 2009-й, пролига Там Тиран выиграет В этой конкретной битве? В этой конкретной тоже выиграет Хотя там, как бы, там Еон еще спросил А как он выиграет? Там же Дефайлер Ну, там незаметно, там Дефайлера уже ЕМПшкой сбили И там, короче, Зергу ГГ минут через три Там же пять слонов, а там марики только Ну, не, не, там, там, там говно Окей, хорошо Мы с Нейтроном не так давно общались И этот паразит, после того, как вот эта вся движуха пошла со спором Умудрился еще кого-то на гол взять Но отношение у него такое Уже не серьезное, как мне показалось Как ты думаешь, есть ли в принципе у него шанс? Может, у тебя инсайт какой-то есть, чем он не поделился? Он в Китай вообще зачем едет? Ну, он едет, по крайней мере, наверное, чтобы не получить потом бан с капов Он же не собирал деньги на поездку Ну, он тогда бы кого-то бы этот, я приходил Ну, да Да, я не знаю, насколько он тренируется То есть, когда у нас организовался спор Он тогда вот прям, ему интересно было Особенно там новый патч Но я так поздравляю, что сейчас Тогда ему было интересно, потому что перли победы, да Типа вот ты нашел, показалось тебе, нашел мету прет У тебя, не знаю, 50-0 И это еще сильнее мотивирует А сейчас его научились контрить И, может быть, это его тормознуло Что дальше уже нужно там задрачивать 800 АПМ И вот Ладно, в любом случае за нейтроном будем болеть Голд будет в 28-го числа стартует игры Еще раз повторю, не пропустите Потому что стримить мы будем оттуда С Хэппи общался давно Не мог не вспомнить Просто поговорили сейчас о этом Ну, видимо, нет Ну, да, может быть, там Недели две назад Серьезно? Нет, конечно Я думал, там какие-то изменения Типа, сейчас император ворвется Он же сейчас на шоу-мачах Там 4-0, 5-0 показывает, как надо убивать Да он до сих пор ни одну квоту не взял на кап На что ему брать? Его на гол все равно не возьмут На что ему отбираться, если он забанен? Вот это проблема Да, да, это проблема Дмитрий, прости Мы по-доброму По-доброму Ты уж не серчай, император Турнир еще впереди Интриги, к сожалению, не так много Вот эти вот несверкающие глаза российских прогеймеров Они немножко расстраивают Чудо хочется Но чудо, видимо, не произойдет Да, были И он Это чувак из Бельгии Который кубинец из Бельгии Он первую игру Он причем должен был Ну как бы как должен был Она была победная ЗВЗ которая? ЗВЗ Я видел ее, да Сумасшедшая игра Победная Первые минут 6 На каких-то нереальных вообще Тончайших соплях Кореец вытаскивает это в ничью Вторую, третью Он, соответственно, понимаем Так, я играю в ультрастандарт И просто там На классе До свидания Хотелось бы еще Чтобы как бы Деволт Ну там что-то показал Да Он все равно иногда показывает Игры там на стримах Выигрывает тех же корейцев Но Ну как бы Может быть корейцы Сыграли пару игр Чуть-чуть Вот Особенно проблема Проблема была с Ионом То есть там Может быть испугались Сейчас они играют В ультра-сейфовый Суперстандарт И вот Ну ни хера не сделают А Деволт уже отыграл В вебинарах? 0-2 Да Он в лазера упал Понятно Ну ладно Столько лиц Здесь Знакомых Старых знакомых Кого Кто запомнился С кем ты пообщался? Слушай Запомнился Ириадор Ну и вообще У меня были вчера Все Это Ликвид Ликвид Дрон Это игрок Олдскульный Он Ну как бы Один из первых Ликвидов Вместе с Назгулом Там В 2002 Где-то катал Короче Они вчера Пошли Отмечать Что они Что отмечать А Да Ну и Ириадор Приехал Совсем в говно Но как истинный Норвег Он утром проснулся И такой Все я готов убивать Причем он Он выиграл У Джема Ну то есть Джем как бы Очень хорошо играет Но там такой 2-0 уверенный Так ничего себе Ну то есть Олдскулы могут И это радует Прям вот Очень интересно было Наблюдать за его игрой Она не то что Какая-то необычная Да Она нормальная Но Ну типа так уже не играют То есть там Мозгов в 10 раз больше Чем рук Окей Сейчас какая стадия Идет кстати Насколько мы близко К финалу подошли Вот сейчас уже Скоро начнутся Уже есть те Кто занял Железно призовые Железно топ 16 Железно топ 12 То есть мы еще Не подошли полностью Топ 16 Там есть в одной части Топ 32 Там два чувака Затупили Они медленно ползут И еще Крайок Это немец Играл ТВЗ Там какие-то Дичайшие игры По 1 час 20 1 час И третья 40 минут Просто Как бы 2-1 Ну Не знаю Почему так медленно вышло Там крайок на классе лучше Но зеркаль Грызался очень долго Вот Соответственно Это тормознуло сеточку Но я думаю Что мы У меня в плане было До 10 закончить Я думаю Что вот оно Плюс-минус Может к 11 Понятно Что такое мероприятие Это событие разовое И вряд ли что-то подобное В принципе Произойдет Но какие у тебя планы Может быть Есть еще на будущее На какие-то турниры По Варкафту Понятно У нас еще 2 сезона РБК попереди Вот Может быть Какие-то планы По другим дисциплинам Одна из идей Которую я сейчас Обсуждаю В чате Там есть особый чат У Team Liquid Где сидят Олдскульщики И там Самые Типа фанаты Возможность проведения лиги Но Ну вот как бы Я немножко обжегся С корейцами Как бы Я бюджетировал Что будет Приглашаешь пачку Кто-то отвалится Там по любой причине У меня была идея Организовать лигу И где Ну вот что-то вроде Условного РБК Но чтобы топ-4 Приезжал в Москву И играли по Лану Не знаю Можно там из клуба Можно из моего дома Это не суть И Я сейчас обдумываю Мне нужно дополнить правила У меня этого не было Что делать Если корейц Например забьет Или кто-нибудь еще угодно То есть там Если появится там Хэппи номер 2 Соответственно Если я смогу с этим Качественно разобраться Сделать правила так Чтобы это было Безболезненно То Когда я это сделаю Тогда можно будет Ну что-то анонсировать Пока на уровне идеи Ну идеи я обсуждаю Не на камеру Окей Хорошо Напоследок Что-нибудь Товарищам Которые сидят Может комментарии Сейчас будут писать Под этим видео Ребят Надеюсь вам Понравилась трансляция Не знаю Насколько Вам со стороны Интересно Насколько Ваши ощущения Если бы вы пришли Это было бы Совершенно иначе Я советую Всем приходить Если вы придете Как игрок Даже если вы думаете Что мне там делать Я ну бас У меня ранг 1500 ммр Мне делать нечего На ланы приходить Обязательно для опыта Я по себе могу сказать Я помню свои первые ланы То есть я первый лан Думал то что я там Всех выиграю Я очень крутой в инете И ничего подобного Играешь по другому Все мандражирует Все плохо Зато когда я на ланах Играю сейчас То есть Приходит какой-нибудь Ньюскул Я его обыгрываю Потому что Ну мне Мне наоборот Мотивирует А у чувака мандраж То есть вам нужно Набираться опыта Это для новичков А для тех кто Ну просто привык Там дома сидеть И на диване смотреть Если у вас есть Возможность Приехать на лан Там условно Хотя бы за 500 км То я вот вас призываю Это сделать Будет очень приятно А тем кто сильно далеко Или по другим причинам Не может Ну enjoy Enjoy Да Спасибо за интервью За турнир Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому